БАН! БЛОКИРОВКА АККАУНТА НА ВЕЧНО! БАН! Всем привет! У нас в Кросичи присутствует огромное разнообразие различных вооружений, кабин, модулей и ходовых. Какие-то предметы существуют очень давно, еще с первых лет жизни игры, а какие-то добавлялись постепенно. Приезжали, например, с теми же ворнами и батл пасами. Но среди всего этого спектра предметов есть такие, которые в нынешних релях игры неактуальны и бесполезны. Сегодня о таких вещах мы поговорим. Это будут как какие-то отдельные вооружения, кабины, ходовые, так и целые классы предметов. Все, о чем я скажу в ролике, является лишь по моему мнению неактуальным. Если у вас есть свое видение на все это или о чем-то я не сказал, то напишите об этом в комментарии. Спойлер, скорее всего, будет вторая часть. А сейчас присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Начнем с того, что в игре много предметов, которые играются 50 на 50. Например, какие-то вооружения перестали быть актуальными из-за ввода нового модуля, привет перезаряднику. А некоторые предметы просто нерфанули и твоя имба была потеряна. Но все это очень субъективно и индивидуально. Кому-то и на просветлении играть по кайфу. Я же сегодня хочу обратить ваше внимание на более очевидные вещи. И первое, это бирюзовые кабины и двигатели. Весьма бесполезные штуки. Ведь зачем использовать, например, ту же нетопырь, когда на низкие омы ты можешь поставить рык. Ведь у него тоже 11 энергии, а очков мощи меньше почти на 600. На средних и высоких омах такая же история. Смысла ставить нетопырь нет, ведь можно сразу выбрать фиолетовую кабину. Характеристики будут лучше, да и самое главное будет перк. И на мой взгляд, как раз таки перка не хватает особым кабинам. Забегая вперед, скажу, что и двигателям тоже. Ведь по сути, бирюзовые кабины это пересинька с завышенными омами и неодофиолка с худшими характеристиками, да еще и без перка. Поэтому, добавив небольшую уникальную особенность, этим трем несчастным кабинетам они станут юзабельней. Плюс это будет справедливо, ведь у какой-то бирюзы есть перк, за счет которого она вывозит, косинусы, тангенцы, стайк лайк, а какую-то просто обделили. И да, пока мы далеко не ушли от кабин, хочу сказать отдельно про Рык. С ним небольшая беда, это самая популярная кабина из своего класса и играют на ней абсолютно все. Если вы откроете дерево технологий и увидите сколько существует с них кабинетов, вы немного офигеете. Есть куча других кабин, донатные, недонатные, тяжелые и так далее. Но у всех у них есть одна большая проблема. Это то, сколько энергии они дают. В основном по 10, а какой-нибудь дальнобой вообще 9. И тут становится понятным, почему все пользуются Рыком. Как по мне, нужно всем синим кабинам, кроме Рыка, прибавить по одной единичке энергии. И тогда при постройке крафта на низки Омы появится вариативность, а разнообразие это всегда круто. Напишите в комментариях, если я бензопила со своими предложениями, поеху кукухой. Ладно, идем дальше. С особыми двигателями та же самая история, что и с кабинами. Какой смысл ставить бирюзовый двигатель, тратить целую энергию, а взамен получать только доп. характеристики к мощности, грузоподъемности и так далее. Ведь можно сразу поставить фиолку, получить еще лучшие характеристики, да и плюсом ко всему перк, который сделает твой крафт лучшим. А еще один из вариантов, это двигатель просто не ставить. На маленьких и средних очках мощи, и в каких-то случаях даже на высоких, движок по сути не необходимый. Ставится он в основном ради перка, ведь если билд не такой тяжелый, то мощности кабины будет достаточно. Таким образом, бирюзовые двигатели либо не должны кушать энергию, либо же им просто нужно дать какой-нибудь небольшой перк, иначе они и дальше будут бесполезными. И единственная их задача будет это скамить новичков на монеты и на одну единичку энергии. Ладно, это был, так скажем, целый класс вещей, которые, на мой взгляд, находятся на дне. Сейчас же мы поговорим о каких-то конкретных предметах, которые заметно проседают. Также про это я спросил у вас в сообществе на ютубе, получил много фидбэка. Но обращаю ваше внимание на то, что моей главной задачей было рассказать о бесполезных и неактуальных вещах. Поэтому я постараюсь говорить о том, что очевидно нуждается в переработке. Пойдем по возрастанию. Модуль перезарядки. По ним у меня есть отдельный видос, ссылка будет в описании. Самое популярное предложение это убрать бирюзовому перезаряднику потребление энергии, чтобы он выполнял ту роль, которую раньше делал четкий. Ведь из-за того, что ускорение перезарядки переехало в отдельный модуль, многие сборки стали неактуальны. Например, двойная мандра. Ну а также многие писали, что стоит добавить этому модулю улучшения на эффективность, как это есть у радиаторов, охладителей и блока питания. Опять же подробнее я об этом рассказал в отдельном ролике. Идем дальше. Эпическая редкость. Первое, про что я бы хотел сказать, это фениксы. Достаточно давно это вооружение не пользуется особым спросом. Ну или играют на нем челики, которые катают на чили, на расслабоне и так далее. Объективно, механика оружия очень интересная и играть на нем забавно. Но вот по результатам не все так радужно. Урон вроде бы неплохой, да и излишнюю массу в последнем патче снизили аж на четверть. Но вся проблема в болте. Да, разрабы положили болт на болт феникса, который с самого его вода отлетает от любого чиха. Его очень легко сбить, причем сделать это может тот, на кого эта взрывчатка была прикреплена. Второй момент, почему болтя разбивают часто, это время детонации. Пока оно идет, ты можешь сходить в церковь, поставить свечку, вернуться домой, заварить чай и, скрести в пальцы, надеяться на какой-нибудь урон. Целых 4 секунды до детонации болта, это очень много, с учетом того, что болт сбивается. В ближнем бою ты на своих фениксах становишься неэффективным, ведь пока идет время до взрыва, тебя могут забрить. Играй от дальней дистанции, скажет кто-то из вас. Это да, но скорость поет снаряда не такая большая, чтобы эффектно закидывать болты с приколом. Для сравнения, снаряд того же штыря летит в полтора раза быстрее. Также не надо забывать про дробоводов, которые постоянно пытаются с тобой сблизиться. Да даже челики на башенных пушках играют на ближней дистанции. А вот что интересно, у феникса даже есть ап на скорость детонации. Я это все дело протестил и разницы особо не заметил. Поэтому я считаю, что фениксу, во-первых, необходимо сократить время до детонации болта хотя бы до 3 секунд, с апом это будет 2,5 секунды, и с этим уже как-то можно играть. А во-вторых, я думаю, что ему стоит увеличить скорость полета болта, ведь сейчас попадать на дальние дистанции, ну, очень проблематично. Следующий явный претендент попасть в этот ролик, это кабина призрак. В свое время, в году так 2018-2019 она была юзабельна, помню, на ней часто катали скорпы. Но со временем вели много других кабин, и призрак на их фоне стал тупо призраком. Я ради интереса поискал крафты с данной кабиной на выставке за неделю. В основном я увидел либо артбилды, либо постройки новичков. Да, было пару крафтов для рандома, и даже я нашел одного скорпа. Насколько это играбельно, я не знаю, в рандом, может быть, покатать можно, а вот для КВ скорп слишком унылый. Да и вообще, вспомните, как часто вы встречаете чуваков на призраке. Перку эта кабина неплохой, и в принципе юзабельный, но вот размеры. Да, призрак очень большой, и это, как я считаю, нужно компенсировать лучшими характеристиками. Самое главное, это мощность, ее нужно увеличить, ведь крафты с призраком унылые. Также я бы добавил точки крепления на переднюю часть кабины, это бы помогло при постройке. Ну и в целом все, я думаю, эти два изменения сделать бы призрак конкурентоспособным среди своего сегмента. Следующее вооружение, которое явно нуждается в апе, это молотобой. Все, что здесь требуется, это увеличить прочность, примерно до 281 единицы. По урону, по перку все норм, а вот прочки значительно не хватает. Чтобы вы понимали, у крушителя ее практически в два раза больше, плюсом ко всему у крушака имбовый перк. И да, вы не подумайте, что я бы хотел из молотка сделать второго крушителя. Нет, реликт вроде как собираются нерфить, и это вполне справедливо. А вот молотобой на фоне других легендарок проседает. 221 хп, с учетом модельки бреется очень легко. Ведь воюешь ты постоянно от ближней дистанции, плюсом ко всему ставят два молотка на крафт. Отбивают один, и твоя эффективность уменьшается ровно наполовину. Причем в рандоме до 10к молотобой чувствует себя неплохо, но нужно понимать, какие против себя крафты играют. Навряд ли там будет установлено какое-нибудь легендарное оружие. В основном это будет фиолка. А вот если ты собираешь фуловый билд на молотках, с аполлоном, модулями и так далее, то ому получается примерно 13 тысяч. И поиграть нормально тебе не дадут челики на других легендарках, ну и различные скорповоды на голых кабинах. А про кв я вообще молчу, слишком слабо. И таким образом, вот эти 200 хп молотобоя хватает лишь на то, чтобы покатать рандомчик. А ведь это легендарка, которая в принципе свою нишу должна занимать. Но, а на этом пока все. Есть у меня еще предметы, о которых я не упомянул в этом ролике. Да и плюсом ко всему, и вы в сообществе на ютубе написали на эту тему около 150 комментариев. Думаю, я сделаю вторую часть, где я учту все то, о чем я не сказал, и то, о чем вы написали и напишите. Так что жду комментов под этим роликом. На связи был Chainzow, всем спасибо за просмотр и до следующего видоса. Продолжение следует...